Видите, какой прикол, стоять в очередях какую-нибудь фигню. Вот здесь просто бобик стоит с мороженым. Чего мороженое? Просто вот рожок и мороженое. И в его очередь человек 100, наверное. Во-первых, здесь есть туалеты на станциях Медроши. Ну, в общем, мы поняли, да, это авеню звезд. Здесь вот руки на перилах. Кровь свинины. Короче, я не знаю, как они это так делают. Я никогда не пробовал такое. Я не знаю, может быть, вы пробовали. В Гонконге стоят вот эти вот многоэтажки, вот эти старые дома. Ну, все снесли, значит, договорились. А вот эти вот здания, не хотят люди, значит, чтобы их сносили, переезжать. Да, и вот эти вот небоскребчики такие, которые с маленькими окошками, это все паблик-хаусы, то есть это госжилье. Welcome to Hong Kong! Можно сказать, что небоскребы это одна из визитных карточек Гонконга. Высотных зданий здесь более 9 тысяч. Около 4 тысяч зданий имеют высоту более 100 метров. Более 500 зданий превышают отметку в 150 метров. А самое высокое здание в Гонконге достигает 484 метра в высоту. Сложно представить, что всего 200 лет назад на территории современного Гонконга проживало всего 6 тысяч жителей. А сейчас высотки сосредоточены почти по всей территории. И сам Гонконг занимает первую строку в рейтингах городов мира с самой высокой застройкой. Он опережает Нью-Йорк, Сингапур, Чикаго и Дубай. Друзья, меня зовут Егор Еремеев, вы на моем одноименном канале о путешествиях. И это вторая серия моего гонконгского трипа. В прошлом ролике мы немного знакомились с районами, достопримечательностями и историей. В этом же мы познакомимся с характерной гонконгской застройкой, его самыми узнаваемыми небоскребами и с проблемами, которые до сих пор существуют в городе, несмотря на всю скорость развития. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У них здесь какой-то прикол стоять в очередях в какую-нибудь фигню. Вот здесь просто бобик стоит с мороженым. Чего мороженое? Просто вот рожок и мороженое. И в его очередь человек сто, наверное. Вчера тоже видел, какая-то забегаловка, там какую-то фигню делают. Тоже очередь там на всю улицу. Почему? Зачем? Рядом куча свободных ресторанов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Гонконг попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря своему светозвуковому представлению, которое происходит в вечернее время на фасадах и крышах. Из других рекордов 10 лет назад гонконгские небоскребы признали самой дорогой коммерческой недвижимостью мира. Они перегнали рекорды Токио, Нью-Йорка, Сан-Франциско и Сингапура. Средним стоимость аренды офисных площадей в Центральном районе будет около 9 тысяч долларов в месяц за офис в 100 квадратов. Если вы хотите купить себе офис в этом районе, то за такой же офис вам придется выложить от 3 миллионов долларов. Свою небоскребную историю Гонконг начал в 1935 году. Тогда было построено 13-этажное здание офиса банка HSBC. Высота его составляла 70 метров, благодаря чему банк получил звание самого высокого местного здания. Спустя 45 лет было решено разобрать старую постройку и начать строительство нового здания банка. Проект тогда был разработан британским архитектором Норманом Фостером. Фостер в свое время спроектировал самый высокий мост в мире Виадук Миньо во Франции. Построил небоскреб Мэри Экс в Лондоне. Тот самый 40-этажный корнишон. Лондонский Миллениум Бридж. Штаб-квартиру Эппл. В конце 90-х в Гонконге начался целый высотный бум. В период с 2000 по 2008 год здесь построили уже 38 зданий выше 200 метров. Самым высоким зданием считается Международный коммерческий центр на 108 этажей, построенный в 2010 году. Его высота 484 метра. Причем изначально высота планировалась еще больше. Но проект пришлось пересмотреть из-за запрета на строительство зданий выше, чем горы вокруг. В здании на подземных этажах располагается торговый центр. Банк Кредит Суис арендует в здании 10 этажей, а Дойч Банк 12. В верхней части находится пятизвездочный отель Ritz, самый высокий отель в мире, находящийся на высоте 425 метров. Отель занимает 16 этажей, и в среднем снять номер на одну ночь обойдется в 650 долларов. Второе по высоте здания Международный финансовый центр, состоящий из двух небоскребов. One IFC и Two IFC. Торгового центра и отеля Four Seasons на 40 этажей. Здание финансового центра засветилось в некоторых известных вам фильмах. Башня Two IFC появлялась во второй части фильма о Ларри Крофт, а в фильме «Темный рыцарь» Бэтмен летал с одной башни на другую, когда была операция по захвату Лау. Во второй башне 88 этажей. Это число считается счастливым в китайской нумерологии, потому что две восьмерки напоминают иероглиф двойного счастья. При этом в здании нет этажей типа 14 или 24, потому что четверка здесь, наоборот, число несчастливое. В азиатских странах, в принципе, серьезно относятся к этому числу, так как в китайском языке четыре созвучно со словом «смерть». Так появилось даже такое понятие, как тетрафобия, иррациональный страх перед числом четыре. Интересно, а как чувствуют себя китайцы, приезжая в другие страны и видя повсюду эти четверки? Случались ли у кого-нибудь из них панические атаки? На третьем месте по высоте Central Plaza, а на четвертом – башня банка Китая, которая считается еще и самым узнаваемым зданием Гонконга. И здесь тоже не обошлось без суеверий. Поклонники фэн-шуя были категорически против строительства, и пришлось вносить поправки, чтобы проект все-таки был реализован. Здание имеет угловатые формы, что якобы тоже приносит несчастье и неудачи. Высота здания почти 370 метров, если считать вместе с антеннами. И в итоге оно полюбилось жителям и туристам за счет своего необычного футуристического дизайна. Кстати, возможно, среди вас есть геймеры, которые его узнали. У этого здания есть аналог в SimCity. Оно появлялось в Star Trek, Трансформерах и Морском Бое. Захожу в метро. Сим-са-шуль. Минут 5-7 меня заняло от гостиницы. Я ничего не понимаю, ребята. Не, ну на английском есть, да. Так, вот мне сюда. Я сейчас вот здесь. Вот еще фишка прикольная с туалетами. То есть, во-первых, здесь есть туалеты на станциях метро, что удобно. Во-вторых, на туалетах показывается на электронном таком телевизорике экранчик и показывает, типа, сколько мест свободных. Показывает погоду, показывает чистоту воздуха. Очень прикольно сделано. Я не помню, чтобы я где-то подобное видел. Ребята, вот это вот смотрите, Greenwald City, зеленый город. Здесь, значит, люди привозят на ресайкл. То есть, там всякие разные боксы, и люди прям приходят. Вот видите, специально такое отделение. И сдают туда всякую фигню свою. Короче, ну, по сути, мусор туда, чтобы это ресайкнулось. То есть, вот есть специальные такие отделения здесь. Ребята, смотрите, вот здесь получается Lionrock Road. А вот там дальше, вот там виднеется, как раз это и есть Lionrock. То есть, дорога от львиной скалы, скажем так. Значит, мы сейчас в относительно старом районе. Здесь очень многие дома. Они здесь стоят с 70-х годов. Называется Howlone Old City. То есть, это старый город. И можно посмотреть здесь на вот эти вот здания, которые еще строились тогда. Да, вот здесь вот эти многие старые дома, казалось бы, да? То есть, в Гонконге стоят вот эти вот многоэтажки. Но вот эти старые дома, да, вот здесь все снесли, значит, договорились. А вот эти вот здания, не хотят люди, значит, чтобы их сносили, переезжать отсюда никуда не хотят. И вот они так же стоят. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь этажей. Вот такое старое здание. Все по-прежнему здесь. И за ними уже небоскребы. Ну, конечно, определенный характер и брутальность Гонконгу придают не только его суперсовременные высотки, но и старые гонконгские кварталы. С уникальными особенностями, выделяющими его на фоне других современных городов. Многие из этих гонконгских зданий были построены в середине 20-го века и отражают архитектурные традиции того времени, включая модернизм и брутализм. Они часто имеют уникальные фасады, орнаменты и дизайнерские элементы, которые отсутствуют в более новых строениях. Старые небоскребы являются свидетельствами истории и развития Гонконга как международного финансового и коммерческого центра. Где-то фасады старых высоток завешаны кондиционерами, где-то на крышах можно видеть террасы, а куда-то может сильно захотеться забраться и самому ради эффектной фоточки. Но расстроен. В отличие от некоторых современных небоскребов с обзорными площадками, доступ на крыши старых небоскребов часто ограничен по соображениям безопасности и частной собственности. Так даже в моем, пусть и невысотном отеле, двери на балкон были запаяны, чтобы лишний раз никто не вылазил. Хотя, конечно, небоскребов тут так много, что в некоторых зданиях возможно найти публичные или полупубличные пространства на верхних этажах. Уважаемые знатоки Гонконга, если вы знаете такие места, черкните в комментариях про интересные крыши, куда есть вариант заглянуть. Гонконгские дворы-колодцы. Может быть, чем-то кому-то отдаленно напомнят питерские дворы-колодцы. В чем их уникальность? Это старые жилые здания с узкими вертикальными пространствами внутри зданий. Это позволяет свету и воздуху проникать в плотно застроенные пространства, улучшая вентиляцию и естественное освещение. Дворы-колодцы также способствуют созданию чувства сообщества среди жителей зданий. Однако, с развитием городской инфраструктуры и новыми требованиями к застройке, такие дворы становятся все более редким явлением. Но, несмотря на бешеные темпы развития и строительства, одном из самых высоких в мире количестве миллиардеров, в Гонконге, конечно, есть и бедное население. Проживают они в районах с более низким уровнем жизни, в том числе в общественном жилье или в условиях, которые могут быть далеки от идеальных. Так, даже в центре можно увидеть людей в палатках. Тут могут жить и трудовые иммигранты из Индонезии и Филиппин. Кстати, небоскребы, которые вот с маленькими окошками... И вот эти небоскребчики такие, которые с маленькими окошками, это все паблик-хаусы, то есть это госжилье. Что такое общественное жилье? Это программа, предоставляющая доступное жилье для тех, кто не может позволить себе арендовать или купить жилье на открытом рынке из-за высоких цен. Важная часть государственной политики Гонконга. Общественное жилье предоставляется в виде квартир в многоэтажных жилых комплексах, управляемых гонконгским жилищным управлением. Бедное население Гонконга может проживать в различных районах, включая некоторые части Каулун и новых территорий, где жилье относительно более доступно, чем в центральных районах острова Гонконг. Районы Шам, Шуй-По, Монг-Кок и Цуэн-Ван известны более низкими ценами на жилье по сравнению с более престижными районами. Самые недорогие районы для проживания в Гонконге обычно находятся дальше от центра города и ключевых деловых районов. Однако недорогое в контексте Гонконга все еще может быть дорогим по мировым меркам из-за общей высокой стоимости жилья в городе. Но несмотря на программы общественного жилья, многие жители Гонконга сталкиваются с проблемами, связанными с доступностью даже самого, казалось бы, доступного в кавычках жилья. Некоторые люди вынуждены жить в так называемых квартирах-клетках или квартирах-гробах, то есть по сути непригодных для жилья помещениях, что и квартиры-то сложно назвать. Квартиры-клетки и квартиры-гробы в Гонконге – это форма чрезвычайно компактного жилья, представляющая собой один из самых крайних примеров жилищных условий в городе. Вообще, то, что люди должны жить в таких условиях, говорит об острой проблеме доступности жилья в Гонконге. Квартиры-клетки – cage homes – это маленькие пространства, разделенные на клетки с сетчатыми или металлическими перегородками. По факту, как в тюрьме. Каждая клетка обычно имеет размер, достаточный лишь для того, чтобы в ней мог разместиться один человек, лежащий на койке. Удобства, такие как туалет и кухни, обычно являются общими и могут быть ограниченными или находиться в неудовлетворительном состоянии. Квартиры-гробы coffin cubicles еще меньше по размеру и представляют собой крошечные пространства, закрытые с трех сторон и сверху тоже, напоминающие по форме гроб. В них часто едва хватает места, чтобы лежать, и они имеют очень мало или совсем не имеют личного пространства или удобств. Точное количество людей, проживающих в таких условиях, меняется с течением времени и может быть трудно определить из-за непостоянства жилищной ситуации и отсутствия формальной регистрации таких жилищ. Однако, по различным оценкам, несколько десятков тысяч людей в Гонконге живут в подобных формах жилья с ограниченными пространствами и удобством. Эти люди часто являются мигрантами, пожилыми людьми или безработными, имеют низкий доход. куда-то ребята присоединено, Это авеню звезды. Это самый известный сценарий. Это как в Холливуде? Да, это в Холливуде. Это в Холливуде. Это в Холливуде. Здесь есть актриса, объясняет, кто вы. В общем, мы поняли, это авеню звезд. Здесь руки на перилах. На перилах, на руки. Китаянок. Маленькие. Маленькие ручки такие. Какой ваш любимый актер? Актер, для меня, лично, я думаю, Брус Ли или кто-то. У вас есть твои руки? Спасибо. Я бы хотела. Музыку. 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 точнее на каулун пик на пик каулун это пик откуда открывается вид на весь город и видите сейчас покажу вам здесь просто нереальная красота мы поднялись и причем здесь градусов наверно на 10 холоднее кстати пока мы ехали здесь по дороге расположенные дома звезд очень дорогие дома очень дорогая недвижимость здесь именно дома то есть частные не в квартирке короче мы на горе который называется летящий гусь пик каулун высота вроде как 600 метров ну не знаю как 600 метров тут мне кажется значительно выше но очень холод и здесь еще снимали многие фильмы не знаю какие фильмы но такая информация где пока мы ехали мне сол сказал что я у него спросил дату рождения у меня спросил мою дату рождения мускул где-то я типа как меня записано типа 1 января но я не знаю почему потому что он родился в китае он горит тогда в то время когда я горит родился у нас типа беднота была вот играет то что многие игре даже не знали там никто те не записывал нигде и то есть и родился те просто вписали ему вписали по паспорту 1 января вот и все как я даже не знаю когда я родился точную дату Ребята, дикие кабаны там бегают. Но давайте все-таки не будем заканчивать наш выпуск на печальной ноте. Еда. Чего в Гонконге только нет. И здесь находится самый дешевый ресторан Michelin в мире. Тим Хо Ван. Стоимость блюд здесь начинается от 5 долларов. Еще один плюс ресторанам, в отличие от других мишленовских заведений, сюда не нужно записываться заранее. Пришел, отстоял часовую очередь и поел самый вкусный димсам в мире. В Гонконге также можно найти и одни из лучших чайных церемоний. В отеле Peninsula Hong Kong сервируют традиционный 5 o'clock tea. В дополнение к английскому чаю здесь подают выпечку по колониальным рецептам. Правда, удовольствие это не дешевое почти 50 долларов на человека. Ну и поскольку мы все-таки в городе небоскребов, то имеет смысл посетить и один из небесных баров. Как вариант, Озон. Самый высокий бар мира в отеле Ritz. В самом высоком здании Гонконга. Уже звучит по-особенному, согласитесь. Для того, чтобы попасть туда, придется подняться на 118 этаж и взять с собой минимум 200 долларов. Пусть и гонконгских. Потому что именно столько стоит здесь один коктейль. Вот эта штука очень интересная. Это кровь порк-блад, то есть кровь свинины. Короче, я не знаю, как они это так делают. Я никогда не пробовал такое. Не знаю, может быть, вы пробовали. Ну, не знаю, по текстуре, наверное, как тофу. Что-то такое. Друзья, если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Делитесь в комментариях о местах, которые стоит посетить в Гонконге, если вы знаете. Также смотрите еще один мой выпуск про Гонконг. Он был опубликован чуть ранее, где мы попутешествовали и познакомились с достопримечательностями этого интереснейшего города. И не забывайте заходить ко мне на второй канал Smaps Education, где я рассказываю об учебе в разных странах. Посещаю школы, колледжи и университеты и снимаю на них обзоры. На канале Smaps Education у меня также выйдет выпуск и про учебу в Гонконге, если вам это интересно. И увидимся в следующих выпусках. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok